МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Упустить шанс познакомиться с верблюдом? Ни за что! Да, Гаша! Ой, нельзя так делать, да? Таких ощущений еще никогда не испытывал. Всем категорически рекомендую. Именно с Белоярском, на морозе. Так что знакомство с Белоярским и его окрестностями продолжается. Гоша, спасибо, ты отличный верблюд. Классно катаешь. Ни разу же мне не плюнул. Мы в Белоярском районе в селе Казым. И сейчас мы приехали в ресурсный центр Касум-Йох. Отсюда мы отправляемся в настоящее стобище семьи Тарлиных. Там мы увидим настоящих северных оленей, попробуем северную кухню, но вообще отлично пройдем время на природе. Погодные условия сегодня близки к экстремальным. Наша одежда не совсем подходит под нее. И в этом центре нам предложили переодеться. Теперь мы готовы. Это настоящие олени, если вы не поняли. Сейчас олени раскопали снег, чтобы покушать ягель и ехать дальше. Ну что, мы добрались до родового угодия семьи Тарлиных. Мы ехали где-то 17 километров. Как тебе, Василина, дорога? Это было жестковато, так как на санях никакой амортизации нет. И каждая кочка отдавалась. Попу отбила немножко нам. Да. Знаете что, как я ехала? Вот так. А я вот так. Здесь не так далеко пасутся олени. И пока мы ждем, когда олени соберут, мы немножечко прогуляемся по этому угодью. Пошли чай. Да. Ой, чай. Пойдем сейчас чай попьем. Пока девчонки пьют чай на стойбище Тарлиных, я приглашаю вас в другое удивительное место. Озеро Светлое. Совсем неподалеку от Бивоярского. Пойдем. Там интересно. Да что там, рукой подать. Славится оно в первую очередь своей чистейшей водой. Но колодец-то пустой. Надо идти на озеро. А во вторую, как ни странно, озером. Тем самым светлым. Нам сюда, пошли. Так, Клодик, уступи дорогу. Вот отсюда берут пробы воды из этого колодца. Правда, до этой воды еще надо добраться. Побывать в таком месте, на озере Светлом, в уникальной озерной системе Унновый Инклор, надеюсь, я правильно выговорил, и не оставить свой след, мне кажется, было бы непростительной ошибкой, которую я не намерен совершать. Пробуем? Так. Нет, пожалуй, я совершу эту ошибку. В другой раз, извините. Нам накрыли такой замечательный стол. Будем сейчас пить чай и разговаривать о фонтрийском языке, об оленях. Сейчас будем готовить калашнянь, фонтрийские пончики. Тесто уже готово, ручки готовы, печка готова. Готовим? Вкусно, Василий? Правда, вкусно, да. Вам вкусно? Ну да. Люблю такие кушать. Ты хороший такой. Это что у вас такое? Это загон для оленей. Думокур делаем. Камары летают, мошка. Они в этот дым, дымятся, они вокруг ложатся. И их не кусают, да? Да их не кусают потом. Да, 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 такие хорошие. Я вообще просто, вот они бегут. Не бойся. Мы включаемся в хантыйский быт, и сейчас мы пойдем за водой. Вот в это ведерко набирать водичку. Главное наловчиться, и потом делать это быстро. Сначала раздолбить лед? Нет, нет, ведро сюда можно. А, ведро опустить. Так, оно уперлось. Все, ведро полное. О, да. Пушок туда улетел. Я не вижу его уже. Ух, что-то я притомился от всех перипетий. Срочно поправить здоровье. В это вот прекрасное место. База отдыха «Северянка». Начнем с соляной комнаты. Прям чувствуется, как в легкие проникают полезные микрокристаллики. Но это только начало. Далее углекислая ванна. Такое раньше только в кино видел, честное слово. Спасибо Белоярскому и базе отдыха «Северянка». Теперь я могу испытать все это на себе. И должен сказать, не самые плохие ощущения. Я как будто в элитной парикмахерской. Только снизу. Дальше – больше. Какие оздоровительные процедуры без дубовой бочки? Главное – суметь в нее поместиться. Как выяснилось, не такая же ты простая задача. Я, конечно, всегда знал, что здоровье требует жертв. Но чтоб таких. А еще здесь есть массажные кресла, сауна, бассейн, отличное питание и уютные номера. И главное – прекрасный вид из окна. Буквально только от одного вида этого законного пейзажа так и веет дыханием «Севера». Женская одежда называется сах, мужская называется малица. Более сейчас настоящая хантыйская женщина. Нам предложили примерить настоящий сах, настоящие кисы. Все это сделано из оленей шкуры. И обязательно должна быть покрытая голова. Ну, так можно выходить на улицу и наслаждаться настоящим хантыйским десертом мороженое сахаром. Очень вкусно это. У вас такой вообще красивый костюм не выложили? Сама шула. Сами шури? Да. Женская одежда, носа. Девочки вообще, они должны уметь, да, наверное, жить себе одежду? Покормим оленей? Давайте. Берем хлебушек и говорим. Та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та. Та-та-та. В начале весны у оленей отпадывают рога. Но то, что сейчас они без рогов, это временное явление. После весны у них будут большие красивые рога. Будут красивые олени. А сейчас они выпустят. Но раз уж мы среди оленей, вам нужно знать, что по картинке олень будет выйдить. А хлеб не скажу вам секрет. Нет. Опа, опа. Ничего себе. Опа. Выглядит эпично. Да, очень классно. Нам разрешили немножечко проехаться за рулем снегохода. Теперь моя очередь ехать за рулем. Друзья мои, мы в крупнейшем торговом центре Белоярского. Оазис-Плаза. Ну а что, тоже досуг. Многие такой любят. Попробую побыть одним из их числа. Ну, мимо такого пройти точно нельзя. Ну да уж, столько сортов хлеба я не видел, пожалуй, еще. Ну, где? Это я, пожалуй, удачно зашел. Где еще увидишь, попробуешь столько местной продукции. Да еще и с северным колоритом. Только здесь. Прям чувствуется вкус крайнего севера. Да, да, это вот с клюквой, он дает такой аромат. Кукурузный с сыром. Легкие оттенки сыра есть. И кукурузу тоже. Да, да. Здоровеем буквально на глазах у удивленной публики. Ммм, витаминчики бегут по жилам. В Белоярском производят не только свой хлеб, но и огромный ассортимент колбас, сыров и другой молочной продукции. Представляете себе, тоже все местное. Но налогней. И все это можно попробовать. Но это точно рай. Это сыр качета. С орешками. Орешки прям хрустят на зубах. Да, да, да. Прям новинка, новинка у нас. Пока мы еще не придумали название. Давайте я попробую это сделать. Да, вы попробуйте. Он такой с чесночком. Сыр оригинальный. Оригинальный. С немножечко суховатая, но на вкус очень даже... Экологически чистая, потому что олени тоже. Очень вкусная колбаса. Рекомендуем. И на десерт клюква в сахаре. Так, все. Я остаюсь здесь жить. Мы только что вернулись в ресурсный центр Касум-Йох. После такого прекрасного насыщенного дня. И здесь нас уже ждал аппетитный стол. Сейчас мы будем пробовать настоящую струганину из оленины. Попробуем. Ну как? Я не могу понять. Сейчас еще. Ну это вкусно, но чувствуется, что это сырое мясо. Я бы не сказала, что это отвратительно и неприятно. Это вкусно, но я не могу это с чем-то сравнить. Моя очередь. Я буду это делать, заедая лучком. Потому что я люблю лук, а целоваться не с кем сегодня собираюсь. Ну вот и с чем сравнить. Блин, это прикольно. Я не знаю. Она ничем не пахнет, ничем не отдает. Просто как-то очень вкусно, экологично. Мне понравилось. Я хочу еще чуть-чуть. Наше путешествие в этот раз было абсолютно прекрасно. Мы отправились в родовое стойбище к хантам, пообщались вживую с оленями, погладили их, покормили. Эмоции просто вагон. Ну и вообще хочется сказать большое-большое спасибо всем, кого мы сегодня встретили, потому что нам было приятно, нам было тепло, хорошо, вкусно. Ну и на самом деле очень счастливо. Прекрасный день без интернета. Вообще шикарно. Я считаю, что маршрут построен идеально. Как ни прискорбно, а с Белаярским районом на этом приходится расставаться. А жаль, ведь столько еще не рассказано. Но всегда же есть шанс вернуться. Так, а что мы забыли показать? Самое главное. Вспомнил, вот оно. Ну, на этом точно все. До новых встреч.